здравствуйте родители сынов своих достойных сегодня речь о карельской заставе сумбурно непонятно много но так уж получается хотя задача стоит коротко ясно и по сути самое главное что карельская застава это не лагерь и не организация это между собой чек родителей кто-то помогает инверторем кто-то предоставляет помещение кто-то помогает с доставкой кто-то все это координирует кто-то как дядька наставник всю заставу выступает кто-то как доброволец помощник по хозяйству кто-то как атаман кто-то просто деньгами скидывается и вот все вместе объединив у у кого какие ресурсы есть мы для своих парней организовываем тот уровень воспитания образования который нас устраивает то к чему мы стремимся то чего мы можем в своей семье городских условиях добиться карельская застава это исключительно мужской коллектив никогда ни в каком виде женщины не появляются даже мамы которые привозят парней как в школу завели здравствуйте и до свидания одним глазком там взглянули и все далее процесс вот исключительно мужским коллективом конечно вообще образовательный процесс в каком-то неком идеале это в семье где есть и мама и папа и дедушка и бабушка и сестры и братья и дяди и тети и подруги и друзья но таких идеальных условий на земле практически не осталось мы живем цивилизованных странах такими-то странными устремлениями сторону free child и прочих извращений недопустимых я считаю на территории нашего отечества и поэтому возникает потребность в таких между собой чиков когда родители объединяются для того чтобы дать своим детям то чего самостоятельно в одиночку дать не получается и вот этот исключительно мужской коллектив карельской заставы неделю или десять дней как на летних заставах он для того чтобы парни почувствовали исключительно мужскую энергетику и исключительно мужское мышление включая логику озарение поиска решений состояние ступора ну все что угодно главное чтобы шло только по мужским рельсам сознания по таким как от мужского духа противовес тому что мы имеем в повседневной жизни абсолютное большинство мальчиков сейчас варится в атмосфере женского и разума и души и опеки образование воспитания оно и понятно в школе мужчин нету очень часто к огромному сожалению в семьях мужчин нету даже если они физически присутствуют что называется номинально то они могут быть без сил из-за того что нужно зарабатывать деньги как-то в этой системе крутиться вертеться выживать ну или же просто не хватает мужчинам отцам того образования как что такое мужское воспитание то есть их самих не воспитали как исключительно мужчин и они и парням сыновьям сейчас не могут дать в полной мере то что должны были бы дать ну и но вы согласитесь что такое современная семья это мама в лучшем случае не на работе в декрете и папа вечно на работе и вот часто единственный ребенок это же абсолютно нездоровая ситуация тут просто нету среды в которой бы воспитываться получается в школе женщины в семье женщины еще плюс бабушки наседки и вот все это формирует в парне все что угодно кроме мужского духа очень редкая женщина может сохранить в своем сыне вот зачатки мужского духа за это мое убеждение заложить мужской дух женщине мальчику что-то вот дать от может воспитать мужской дух это наверное за пределами вот уровня вот современного поколения а вот хотя бы сохранить то что там в мальчики есть вот от мужского духа вот не дать этому разрушиться там некоторые женщины конечно могут но для того чтобы дух развивался креп нужен мужской мудрый коллектив и вот на заставе таким коллективом выступают дядьки наставники ну и отсутствие девочек в качестве участниц мы пробовали совместные заставы когда у нас и мальчики и девочки но все-таки мальчикам не комфортно есть уже заложившиеся стереотипы страхи перед девочками вот эта разница возрасте и в развитии и в реакциях мы увидели что гораздо продуктивнее для мальчиков застава исключительно мужская поэтому получается что мы сторонники раздельного воспитания и образования сожалению от девочек нам пришлось отказаться на заставах мы пробовали девичьи заставы но у нас сейчас банально не хватает кадров для того чтобы заниматься девичьими заставами но зато у нас чрезвычайно интересный крепкий коллектив дядек наставников которые могут заниматься мальчиками и так парень приехал там исключительно мужской коллектив мама до свидания сотовый телефон атаману отдал и в принципе до конца заставы он его и не получит родители об этом должны знать те бабушки которые потенциально возможно сполошаться они тоже должны быть предупреждены об этом потому что мы сталкиваемся с тем что даже если с мамой все в порядке и она как-то крепится как ждет окончания заставы ждет возвращения будущего мужчины домой то бабушки например на это не способны поэтому все должны быть в курсе так как вот парень который приезжает на заставу такие баб бабушки которые потенциально могут сполошиться иногда в середине заставы есть такой день родительский и на пару часов выдается телефон если это летняя застава то примерно там в середине на экваторе есть несколько часов когда даже родители могут приехать но это как как откупные родителям на самом деле для воспитательно образовательного процесса на заставе это вредно хорошо от этого никому не становится то есть мы набираем набираем какой-то уровень потом откат во время связи с с родителями ну ладно если с отцами обычно никаких проблем нету хотя случаются и такие отцы кипишные там спасите помогите там моего мальчика обижают нужно понимать что к нам не приезжают идеальные дети не приезжают идеальные парни до много гениальных на мой взгляд таких каких-то вот таких разумом наделенных открытых ясных интересных но в то же время часто приезжают и дети которые матерятся дети которые стремятся унизить других поэтому тут мы должны сразу предупредить что парни приезжают очень разного уровня и вот из этого такого коллектива как мини жизнь как настоящая жизнь но не армия до застава это конечно дисциплина это дежурные отряды это полностью самообслуживание там даже за той же водой для раковины нужно на колодец санки бидоны но не армия но должен признать что иногда в общем нездоровая связь между мамой и сыном она приводит к тому что сын вот чуть у мамы появляются такие нотки ну что тебя там не обижают все ли у тебя в порядке сухая ли у тебя постелька сушишь ли ты носочки умывался ли ты сегодня зубы чистил ли зубки парень раскисает даже если он крепился вот то этого всю заставу и начинает выдавать ложь то есть он на то в том месте где ничего не было он может придумывать такие истории из которых мама придумывает еще больше историй то есть такой накатывается ком да иногда такое бывает и даже два раза из-за этого парней ну просто увозили потому что вот что-то вот ну тут надо работать уже с умами родителей но мы этого не можем делать когда отцы приезжают вместе со своими парнями и участвуют заставе то тогда да конечно этот отец вливается в коллектив он видит ну все как на самом деле он ведь учится у наставников у атамана более правильным более адекватным более естественным реакциям он видит что на парней хорошо влияет что плохо влияет и в этом случае мы можем помочь и одному из родителей ну а мама мы конечно ничем не можем помочь только учитывать две вещи первое если вы уж отдаете парня на заставу от по точнее отпускаете да он должен хотеть сам это не должно быть наказание или высылка какая-то или манипуляция что если не поедешь на заставу там то у тебя там не знаю чем дня рождения не будет или мы те там того то не купим такого конечно не должно быть то есть парень добровольно поехал на заставу ну вы уж будьте добры вы спокойно не спал насколько можете спокойно ждите возвращения повзрослевшего парня домой парней на заставу мы стараемся принимать от семи лет не как не раньше возрастом не моложе хотя иногда да нет даже часто бывает что шестилетние но это правда уже после собеседования если все таки вот мама говорит да возьмите моего парня он абсолютно самостоятельный и без нас спокойно может ночевать и обратно не запросится ныть конючить не будет все равно какое-то собеседование с атаманом через интернет происходит атаман видят что до родители адекватные до парень адекватные ладно как возьмем шестилетнего часто бывает что шестилетний правда более разумен чем семилетний восьмилетний девятилетний десятилетний как это не парадоксально и тут хотелось бы тоже призвать какой-то справедливости застава это не панацея панацея это конечно семья здоровая полноценная всеобъемлющая настоящая природосообразная богоугодная семья а на заставе мы стараемся просто дать как можно больше что вообще возможно дать за 7-10 суток принципе так как у нас такая уже уже большая 100 история мы провели вот так вот встретились у нас уже было 17 застав то родители более-менее адекватно представляют что парни едут туда где они по максимуму смогут взять то есть за этот же самый срок 7-10 суток ни в каком другом месте они не возьмут столько сколько могут взять на заставах сейчас я скажу что-то очень странное но я считаю что заставы это лучшее что может случиться с парнем я знаю но благодаря нашей заставе родилось еще несколько застав есть например рижская застава но не как-то по-другому называют это я чтобы было понятно что это с ригой связано потом тверская застава есть вот сейчас вот приезжал мужчина отец из калуги из под калуги точнее возможно будет калужская застава то есть заставы рождаются но это такие знаете единичные крупицы этих жемчуга и поэтому я вполне смело заявляю что вот карельские заставы это сейчас лучшее что может произойти с парнями не соревнования не конкурсы не олимпиады не бабушки не деревня в бабушке у бабушки точнее застава это совершенно уникальное явление вот у нас в россии я не могу конечно говорить за весь мир возможно где-то таким мужским воспитанием такой мужской коррекции еще где-то занимаются но в россии это крупицы крупицы какие поискать и не найти в принципе потому что я знаю несколько таких мест где возможно что-то похожее на карельскую заставу хотя есть причина по которой я могу о многом не знать потому что законодательство не поощряет такие воспитательно образовательные процессы на каждую заставу при проезжают проверяющие контролирующие органы наш рекорд это когда на летнюю заставу приехала сразу одновременно 20 человек из разных разных органов еще и не все представились что-то вот им нужно было вот у нас вот такое найти и при желании если захотят то конечно любую заставу могут прекратить там законными методами незаконными методами поэтому в общем-то такие встречи такие мероприятия такие между собой чеки они не афишируются сильно открыто поэтому даже если что-то где-то происходит то найти это сложно только получается через сарафанное радио в частности и группу вконтакте карельская застава тоже я перевел в частную чтобы ну просто это неприятно когда например середина заставы парни собираются в поход или у них какие-то соревнования идут состязания и тут вот приезжают эти органы и начинают переписывать документы это по-человечески неприятно и вредно для нашего образовательно-воспитательного процесса поэтому чтобы было к нам меньше вопросов хотя нас уже все контролирующие органы лично знают уже множество раз были были от меня ну как это что-то вроде объяснительных уже было этих написано больше десятка то есть моих больше десяти подписей что это между собой чек с родителями мы здесь собираемся регулярно все здесь добровольно вот нотариально заверенные согласия а вот парни с отцами но все равно их что-то система сверху как-то вынуждает к нам постоянно приезжать поэтому вот группа карельской заставы она теперь тоже только по приглашению вы не пишите мы познакомимся если наш клуб хотите войти и согласно с нашими подходами это добро пожаловать в группу карельской заставы ну так рассчитываем на сарафанное радио принципе так как уже прошло семнадцать застав то сарафанное радио должно работать а еще по этой же причине хотелось бы чтобы все парни приезжали с отцами потому что парень приехал с отцом все совершенно никаких вопросов отец привез своего парня куда-то в гости к другим отцам и это государство в систему никак не касается в общем-то все вопросы у нас вот по тем парням которые приезжают без родителей с нотариально заверенными согласиями никогда никаких проблем не было все законно но все равно неприятно и по этой причине если может быть таких застав как у нас много но не я не вы о них не знаем и так подводя итоги застава это не курорт парням это нужно объяснять показывать это вот как рано встали умылись пробежка зарядка в принципе в любую погоду вот сейчас на последней заставе градусника не было и в минус 30 маленькую пробежку сделали конечно это далеко не всем парням нравится никто никогда рано не вставал никто никогда на улице не бегал и тут для них такое испытание и потом весь день ни минуты свободной все время какие-то соревнования состязания занятия игры дежурства походы ну по сути испытания тела и духа и конечно же конечно же множество межличностных ситуаций когда парни не ладят друг с другом или парням не нравится то что требуется по дисциплине карельской заставы и все это нужно решать и причем решать не так чтобы да сейчас и лишь бы как-нибудь лишь бы дотянуть до конца а именно суть заставы чтобы прожить множество таких межличностных ситуаций и их низ не спрятать не задвинуть забыть затаить обиду а как раз разобрать чтобы с этим уникальным опытом уже потом в будущих ситуациях будучи один на один такой с реальность жестокой реальностью самому парню смочь разобраться то есть нужно заложить новые модели поведения более мужские более адекватные поэтому парни приезжают далеко не на курорт но в то же время не в армию где ну как если мы представляем себе армию 90-х дедовщина даже поощряемая дедовщина конечно парни едут совершенно не в такую не в такие условия потому что нет задачи истязания мальчика есть задача повышение его осознанности но только не через муштру а на самом деле осознанность когда сознание расширяется скорость мысли увеличивается их парень с удивлением обнаруживает что оказывается есть другие более эффективные человеческие модели поведения да конечно они очень много отжимаются или приседают ну кого какие физические задатки там вещь потерял если ты хочешь ее с или со стола находок забрать то столько-то раз отожмись как бы нарушаешь дисциплину отожмись но не для истязания издевательства а для того чтобы парень начал за собой замечать что другие умеют жить по правилам того дома в котором сейчас живут а другие не умеют жить по правилам того дома в которой которой они приехали как чужой монастырь со своим уставом не лезь что такое есть поговорка и в принципе парням это нужно понять что дома одни правила здесь на заставе другие правила в школе третье правило на улице во дворе четвертые правила этим как с этими правилами нужно уметь жить нужно их осознавать видеть и это через отжимание через приседания приходится показать и принципе это никому не вредит парни становятся и сильнее и внимательнее ну если это что называется с с добром если это с добром до парня доносится доносится заставы мы проводим очень редко на школьных каникулах вот есть осенние школьные каникулы весенние зимние и вот длинные летние и мы по сути собираемся в лучшем случае четыре раза в год летом обычно там 1 11 августа и летний застав они очень очень сильно отличаются от весенний и осенний зимних потому что весенний и осенний зимний у нас большое помещение они зимуют и столовую за там не часть программы тоже там проходит а летом все-таки мы собираемся на берегу онежского озера и все со своими палатками или же кооперируются по несколько парней в палатку и то есть это такой лесной образ жизни там баня походная кухня костровая и соответственно вся программа на такая более природная он тут то что это озеро бояться не нужно потому что там она очень мелкая то есть я еще сколько здесь вот 17 лет живу в карелии и ни разу не смог даже по пояс зайти то есть очень долго 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 мелководье то есть абсолютно безопасная среда ну и у нас 17 застав и ни одного как говорится случая все все хорошо бог миловал и принципе у нас такие условия прекрасные безопасные и коллектив дядек наставников он тоже такой очень серьезный и программа кстати зависит она от того какие наставники приезжают или кто приезжает атаманом потому что вот этот есть большой коллектив мужчин которые занимаются воспитанием парней и они что-то вроде ротации существует то есть они там внутри своим кругом определяют кто едет на эту заставу кто не едет кто едет атаманом кто там дядька и наставником на каких условиях они едут я в этом как в этом нашем между собой чеки я на мне роль координатора я вот между всеми между парнями и между родителями между контролирующими органами между местом проживания потом вот этими бытовыми условиями между наставниками между атаманом вот все вот все вот так вот вокруг меня варится моя задача чтобы все друг друга понимали я не всегда справляюсь с этой задачей иногда я могу что-то забыть там чай купить или продукты во время прям сильно-сильно во время подвести ну то есть я как как тоже человек участвующий в этом живом процессе и не не совсем справляюсь не все успевают но благодаря тому что у нас не организация а между собой чек и поэтому нет такого отношения я вот вам тут порог взнос сделала или сделал поэтому теперь вот вы у меня это я у вас услугу покупают нет родители очень осознанные и очень многие помогают выручают там когда каждый родитель по по чуть-чуть выручил там подвести помог чуть-чуть подождал иногда вот инвертарем помогают подарками помогают и вот в целом получается что у нас все получается это удивительно но благодаря ну мы вот создали нечто такое к чему стремится все такое осознанное и не побоюсь этого слова богоугодное и вот нам вместе легко создавать вот эти устраивающие нас условия воспитания и образования хотя повторю парни приезжают разные и поэтому не всегда да нет никогда не проходят все идеально то есть всегда есть жизненные ситуации которые нужно прожить преодолеть осознать и нести с собой как положительный опыт для того чтобы в будущем справляться еще лучше чем справлялся позже и тем более если не справлялся и так ближайшая застава у нас на весенних каникулах пишите мне в личные сообщения будем знакомиться и по участию каких-то следующих заставах разговаривать если вы уже давно в нашем между собой чеки то то вы знаете что нужно делать все все уже давно знают история у нас огромная опыт у нас огромный сотни парней соответственно сотни родителей мы большие молодцы что несмотря на то что система далеко не за нас мы все равно воспитываем настоящих мужчин которым не страшно будет передать весь этот наш прекрасный мир под управление засим все быть добру пишите мне в личные сообщения и настоящим мужчинам быть которые будут защищать наше отечество